Это сражение перевернуло ход истории. Кто скажет, о каком событии идет речь? Что ж, вижу, желающих нет. Начнем по алфавиту? Ура! Я прошу уровень! Ой. Кирилл, ты это знаешь и хочешь ответить? Нет, я заигрался. Простите. Ты даже представить не можешь, на какие жертвы шел наш народ в годы войны. Но я же знаю, что мы победили. Красная армия разгромила всех подряд. Да, ты прав, Кирилл. Красная армия победила фуршистов. Но не только солдаты отдавали за родину свои жизни. А что вы знаете о детях-героях? Аркадий Камани. Самый молодой летчик Великой Отечественной войны. Однажды с высоты юный пилот увидел наш подбитый фашистами самолет. Получайте, фашисты! Под сильнейшим минометным огнем перенес летчика в свой самолет, поднялся в воздух и вернулся к своим. Леня Голиков. В одиночку вел бой с фашистским генералом. Подбил гранатой его машину. Пришло твое время, фашист! За родину! Добил его и получил важные сведения для нашей разведки. Витя Хоменко. В школе он был отличненьким по-немецкому, что помогло ему хитростью стать посыльным при немецком штабе офицеров. Все самые важные и секретные сведения он доставлял нашим. Однажды добыл радиопередатчик, взрывчатку и оружие. Оружие и взрывчатка находятся в трех километрах от штаба. Надя Богданова. Ее дважды казнили гитлеровцы, и боевые друзья долгие годы считали ее погибшей. Ну же, стреляйте! Стреляйте, проклятые фашисты! Но каждый раз ей везло. Была разведчицей в партизанском отряде, пускала под откос эшелон с военным снаряжением. Зина Портнова. Однажды, во время допроса, схватила со стола фашистского следователя пистолет. Я вам ничего не скажу. Вам не победит советский народ. Рано или поздно вы будете повержены. Застрелила его еще двух гитлеровцев. Бежала, но была схвачена. Валя Зенкина под огнем пробралась в Брестскую крепость, передал сведения о немецких захватчиках. Товарищ командир, товарищ командир, я расскажу все о фашистах. Как укреплено их оружие и где они расположены. Возьмите. И осталось помогать раненым. Она перевязывала их, собирала патроны и подносила их бойцам. Они такие же, как и вы, дети. Но в игры не играли. И мы должны знать о тех, кто отдавал свои жизни за наше будущее, навсегда оставшись детьми. Героями.